Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Всем привет! Вы слушаете и смотрите новый выпуск программы «Большая перемена». Какие сложности и особенности существуют в работе с детьми? Как найти к ним подход и раскрыть их творческий талант? На все эти непростые вопросы ответит наша замечательная гостья, заместитель директора школы искусств Оксана Добровольская. А ваши ведущие на сегодня мы, Софья Бонзарова и Диана Джипизубова. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, как в вашей школе проходит работа с одаренными детьми? У нас в школе работают с одаренными детьми не только учащимися нашей школы. Наша аудитория гораздо шире. Это все воспитанники детских школ искусств Иркутской области. Потому что наш учредитель, это Министерство культуры Иркутской области, наделило нас вот такими вот полномочиями работы с одаренными детьми. То есть Иркутская областная детская школа искусств, пожалуй, наверное, одна из немногих в Российской Федерации, где вообще существует вот такое подразделение работы с одаренными детьми. И где работают с одаренными детьми всего региона, так скажем. То есть мы занимаемся, конечно, основная наша деятельность – это проведение конкурсов. Потому что как понять, что ребенок одаренный? И его надо как-то выявить, его одаренность. Одаренность выявляется посредством участия этого ребенка, этого воспитанника, ученика в творческих конкурсах. То есть у нас только творческое направление. Оно охватывает очень много видов искусств. Это музыка, это изобразительное искусство, это хореография, это театр и многие-многие другие. То есть все, что реализуется в рамках учебных программ в детских школах искусств Иркутской области, все эти направления у нас охвачены. И по всем этим направлениям мы любим и умеем выявлять одаренных детей. А существуют ли какие-то программы, по которым вы работаете с детьми? Ну, программы обучения, это, пожалуй, то, что существует уже в каждом учебном заведении отдельно. То есть наш отдел, он не занимается именно обучением одаренных детей, он занимается выявлением и поддержкой. А обучением одаренных детей занимаются замечательные преподаватели, которые работают в детских школах искусств. У нас есть преподаватели, у которых не один талантливый ребенок, а несколько талантливых детей. Вот, например, у нас в городе Устилимске есть такой замечательный преподаватель, который учит детей играть на балалайке и домре. Ее зовут Валентина Ивановна Хижняк, уникальный человек. И вот ее ученики не только побеждают в наших конкурсах, они побеждают на очень крупных всероссийских площадках. Вот, например, Дельфийские игры, которые проходят ежегодно. В этом году два ее ученика стали золотым призером. Это Иван Попов, который входил в сборную от Иркутской области. Он получил золотую медаль. И Илья Шадрин, получивший серебряную медаль. Это два молодых талантливых музыканта, которые сейчас обучаются в Москве. У такого очень серьезного преподавателя Андрея Александровича Горбачева. Это артист, музыкант, который по праву носит такой титул. Первая была «Лайка мира». И вот эти ребята, он их здесь приметил у нас на нашем конкурсе, который мы проводили. Конкурс называется «Кубок Байкала». Конкурс исполнителей на народных инструментах. Вот здесь он их увидел. И в дальнейшем они познакомились. Вот сейчас ребята учатся в Москве с дальнейшей перспективой окончания учебы и работы в московских крупных коллективах. То есть, а все начиналось где? В городе Устилимске, где-то там. Все начиналось с этого замечательного преподавателя Валентины Ивановны Хижняк. Так что, сразу скажу, что каких-то особенных программ обучения не существует. Все-таки детская одаренность – это такое уникальное явление. И каждому ребенку нужно искать свой подход. Потому что задача педагога – это раскрыть его не просто способности, а сверхспособности. То есть, не существует какого-то единого метода, путем которого можно выявить, одаренный ребенок или нет. Каждый преподаватель сам распознает, в чем ребенок талантлив. Да, вы правы. Это работа преподавателя, и даже, я бы сказала, такой особый преподавательский талант. Суметь разглядеть и дать какой-то толчок для того, чтобы ребенок развивался, учился. Ведь мало там обучить его каким-то приемам игры. Его нужно заинтересовать и увлечь до такой степени, чтобы он захотел добиваться высоких результатов, которые ему потом позволят, может быть, выбрать эту профессию как основную. Расскажите, пожалуйста, какого ребенка можно назвать одаренным? И как распознать этот талант? Ну вот, как раз распознать этот талант и помогают те конкурсы, которые проводит наша школа. У нас их около 19 мероприятий ежегодно проводятся, как я уже сказала, по всем направлениям. Наиболее крупные наши конкурсы – это конкурс пианистов «Русская скерца», конкурс исполнителей на духовых инструментах «Вива симфони» и конкурс «Кубок Байкала», о котором я уже сказала. На все эти конкурсы приезжают очень крупные деятели в этих областях, профессоры ведущих вузов музыкальных Российской Федерации, то есть это и Консерватория имени Чайковского, и Российская Академия Музыки имени Гнесиных. Они приезжают к нам и помогают нам выделять тех детей, у которых, на их взгляд, есть какие-то выдающиеся способности. И, кстати говоря, ребенок может не сразу проявиться, а постепенно. И как раз вот конкурсы, они дают ему такой толчок, то есть вот в этот раз он поучаствовал в конкурсе, он ничего не занял. В следующий раз он приходит, он уже получает звание дипломанта. Он уходит с конкурса и думает, хорошо, если я стал дипломантом, я могу получить и третье, и второе, а может даже и первое место. И это заставляет его усиленно заниматься, потому что одаренность сама по себе, это, конечно, очень хорошо, но 99% это труд, игра на любом инструменте, занятие живописью, танцами, театром. Это, конечно, очень напряженный и тяжелый труд. Наши дети одарены, это большие трудяги прежде всего. А какие привилегии существуют для победителей этих конкурсов? Какие-то подарки, призы? Может быть, возможность учиться, продолжать свое обучение в каких-то крутых местах? Для таких детей существуют меры государственной поддержки. Вот, например, у нас ежегодно присуждается стипендия губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи. Все наши соискатели представляют свое портфолио, в котором находятся грамоты, благодарности, дипломы различных конкурсов. И те, у кого этих дипломов больше, у кого они значимее, потому что региональный конкурс – это одно, крупный всероссийский конкурс – это другое, те становятся стипендиатами. То есть, ну, где-то в среднем соискатели у нас 160 в этом году, 190 было человек, а стипендий всего 60. 50 для учащихся школ искусств и 10 для студентов средних профессиональных учебных заведений. Размер стипендий 50 тысяч рублей. Ну, согласитесь, сумма такая достаточно внушительная. Это ежемесячная стипендиация? Нет, она единоразово выплачивается, один раз в год. И раз в два года соискатель имеет право, то есть, если он в этом году стал соискателем, в следующем году он не подает, а через год он может опять подать свое портфолио, постараться, приложить усилия, завоевать еще больше наград и получить стипендию. Ну, вторая мера поддержки – это, конечно же, направление на очень крупные всероссийские мероприятия. Это, например, «Дельфийские игры». «Дельфийские игры» – это всероссийский такой творческий конкурс, и не только, потому что там 34 номинации не только в сфере культуры и искусства, там есть и номинации, которые выходят за рамки культуры и искусства. И ежегодно мы набираем сборную, набираем самых лучших представителей вот этих номинаций. И это все равно, что у «Олимпийских игр» у нас есть тоже своя сборная. Вот в этом году мы съездили, мы завоевали 9 медалей. Ого. Да, одна золотая у нас, 3 серебряных, 3 бронзовых, 9 наград и 1 диплом. То есть мы достаточно успешно уже который год принимаем участие, и наши одаренные дети, те, кто здесь себя очень хорошо проявил, они получают право представлять Иркутскую область на таких крупных мероприятиях. Также вот у нас, например, есть как мера поощрения, это участие одаренных детей, которых мы также отбираем по поручению Министерства культуры Иркутской области. для участия в детском культурном форуме. Детский культурный форум ежегодно проводится в Москве в августе. Вот в этом году он будет с 9 по 13 августа. И у нас сейчас собралась делегация из 10 одаренных детей, которые поедут и будут на площадке форума представлять, опять-таки, Иркутскую область. То есть я считаю, что у нас в регионе, конечно, поддержка одаренных детей выполняется на должном уровне. И каждый, кто хочет проявить способности, и кто их проявляет очень хорошо, потом в дальнейшем может рассчитывать на такую очень хорошую поддержку. Есть ли какие-нибудь возрастные ограничения, может, возрастные категории? В каком возрасте вообще приводите детей в школу искусства? Школа искусства открывает двери для детей, которым исполнилось 7 лет. То есть с 7 лет можно привезти ребенка в школу, поступить, пройти испытания и зачислиться в школу. Где-то до 15-16 лет ребенок обучается в детской школе искусств, а дальше он выходит с аттестатом и размышляет, а хочу ли я стать давнейшим музыкантом, профессиональным или художником. В таком случае он уже выбирает среднее профессиональное учреждение. Это наш колледж музыкальный имени Фредерико Шопена, художественный колледж имени Копылова, Иркутское областное колледж культуры. Там студенты уже проходят 4-годичный учебный курс и в дальнейшем решают вопрос уже о высшем образовании. Дальше это консерватории, институты культуры и так далее. То есть учиться музыке можно достаточно с раннего возраста и не переставать учиться потом всю жизнь. Потому что я знаю уже маститых музыкантов, которые выступают на сцене филармонии, уже многого чего добились, им уже не надо ничего никому доказывать. Но я знаю, что каждый день они занимаются со своим инструментом, занимаются своим голосом, то есть постоянно поддерживают. Это как спортсмены. То есть если ты хочешь вести такую долгую спортивную жизнь, ты и тренироваться, соответственно, должен очень долго, пока ты не закончишь, пока ты не скажешь, все, вот на этом моменте я закончил свою карьеру. Поэтому это путь длиной в жизни, я бы так сказала. А были ли у вас такие примеры, когда ребенок в совсем маленьком, в юном возрасте добивался каких-то огромных высот, побеждал, может, в всероссийских конкурсах? Ну, у нас с вами есть наш земляк, народный артист России, Денис Леонидович Мацуев, который даже, наверное, и не скажет, в каком возрасте он сел за рояль. И, ну, это достаточно рано у него произошло, то есть там совсем-совсем три или четыре года, насколько я помню, если я сейчас правильно вспомнила. И этот человек добился, пожалуй, самых больших высот. Он является народным артистом России. Это всемирно известный пианист, который играл на лучших площадках мира. И сейчас, пожалуй, я не вижу вообще равных этому артисту. Поэтому этот пример я вам привела, но, пожалуй, он, конечно, один из миллиона, наверное, детей, которые проявляют какие-то творческие способности. И здесь, конечно, в отношении Дениса Леонидовича можно сказать талант от Бога. Ну, а в каком среднем таком возрасте, то есть назовите средний возраст, когда ребенок начинает раскрывать свои таланты, когда он, допустим, уже не стесняется выступать на публике и уже показывает, на что он способен. Есть такой какой-то определенный возраст, когда можно определить, одаренный это ребенок или нет? Или это по-разному каждый раз? Здесь, опять-таки, все индивидуально. Вот я вам приведу пример. У нас в нашей дельфийской сборной в этом году вошел самый юный участник сборной. Это Семен Кузнецов, баянист из детской музыкальной школы города Ангарска. Ему всего 9 лет. 9 лет. Это такой очень маленький, но талантливый музыкант, уже со взрослым каким-то пониманием музыки, с осознанием того, что он делает. Ну, конечно, удивительный мальчик. И в этом году он как-то так поехал, хотя он во всероссийских конкурсах занимал достаточно такие хорошие места призовые, поехал без всякой такой какой-то надежды на то, что он займет какое-то место. Тем более, что его номинация начинается с 10 лет. И мы специально писали бумагу в дельфийский комитет. И нам разрешили, чтобы этот мальчик в возрасте 9 лет принял участие. Он стал бронзовым призером. Это было, конечно, для нас открытие года в этом году. Но представьте себе, в номинации, где он выступал, там дети от 10 до 13 лет. То есть этот 9-летний мальчик вышел и сделал, наверное, что-то такое, что позволило его выделить среди не просто его там сверстников или ровесников, среди тех, кто старше его на 3-4 года. Это очень такой большой разлет, если мы говорим про исполнительское искусство. За 3 года можно очень многого добиться. Поэтому у кого-то это в 9 лет, у кого-то в 13, а кто-то, может быть, вообще в 18 лет никогда не занимался музыкой и вдруг сказал себе, вот вы знаете, я петь хочу, у меня это очень хорошо получается. Человек начинает заниматься вот этим самообразованием. И, кстати говоря, вот в консерваторию берут, например, именно на вокальное отделение людей без образования в возрасте до 30, по-моему, 6 лет. То есть любой человек, почувствовавший себя в этом плане каким-то, ну, может быть, углядев в себе какую-то особенность, уникальность, он может развить свой талант в любом возрасте. То есть вы считаете, что одаренным ребенком, человеком можно не родиться, а приобрести эти навыки впоследствии своей жизни, да? Или все-таки это что-то, ну, что ты родился и все, и ты одаренный? Нет, конечно, от природы в любом случае должны быть какие-то данные. Потому что природа делает много. Человек, у которого нет данных или они достаточно скромные, он просто тратит больше времени и труда на то, что может сделать человек, у которого есть определенные способности к творчеству. Вот, поэтому здесь, наверное, и момент какой-то своей одаренности и, конечно же, труд. Потому что можно, конечно, очень долго трудиться, но высоких результатов ты не получишь. Тут, конечно, предрасположенность, я считаю, должна быть. Мне кажется, что эта работа прямо очень интересная, такая очень... Многогранная. Да, всесторонняя. Потому что работать с одаренными людьми, которых наградили, мне кажется, вот таким вот талантом, это, правда, очень интересно. Да. Смотрите, у нас вообще в нашем государстве, в Российской Федерации, есть такой очень замечательный документ. Он, по-моему, появился 10 лет назад. Называется этот документ, это правительство Российской Федерации приняло рабочее концепции одаренности. Представляете? И в этом документе, в общем-то, регламентирована работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Я когда с ней ознакомилась, у меня вот одна фраза там, она мне просто врезалась в мой мозг, и в своей работе я опираюсь именно вот на этот тезис. А там было написано следующее. Каждый ребенок от природы талантлив, и он одаренный. Задача государства – развить его одаренность. То есть, если мы исходим из положения, что каждый ребенок, который приходит к нам в школу, который приходит в любую творческую студию, если мы исходим из того, что ты одаренный, а мы сейчас тебе поможем, мы приложим усилия, ты приложишь усилия, и тогда, может быть, мы получим какой-то совместный, очень продуктивный результат. Да. К сожалению, наш эфир подходит к концу. Было очень приятно с вами пообщаться. Напоминаю, что у нас в гостях была заместитель директора школы искусств Оксана Добровольская. А вашим ведущим сегодня были мы, Софья Бонзарова и Диана Чапезубова. До скорых встреч. Спасибо вам. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добровольская. До свидания.